Большую пользу в борьбе с вредными насекомыми оказывают паразитические перепончаток рыбые. В зарослях ольхи встречается вредитель леса рогохвост ольховый. Его личинка кажется надежно защищена от врагов. Но для наездника Реселлы это не препятствие. Наездники похожи на ос и муравьев. У них две пары крыльев, тонкое стебельчатое брюшко. Самки имеют яйцеклады. Их личинки паразитируют на других насекомых. Реселла безошибочно находит личинок рогохвоста. Пробуравливает отверстие и откладывает в личинку свое яйцо. Теперь вместо рогохвоста разовьется Реселла. Рыжий сосновый перильщик вредитель сосны. Его личинки окукливаются в лесной подстилке. Враг лесного перильщика, наездник Плеолофус, прокалывает кокон и на парализованную личинку откладывает яйцо. Внутри кокона разовьется Плеолофус. Крошечный наездник Тиленомус уничтожает яйца вредителей растений. Люди научились разводить его в лабораториях. Для этого размножают растительноядных клопов. На отложенные клопами яйца выпускают Тиленомусов. Длина тела насекомого 1 миллиметр. В каждое яйцо клопа наездник откладывает свое. Через 15-20 дней из них выходят Тиленомусы. В полях, лесах, садах и огородах Тиленомусы найдут яйца вредителей и уничтожат их. Не меньшую пользу оказывает и Трихограмма. Искусственное разведение этого насекомого на специальных биофабриках впервые в мире разработано советскими учеными. Трихограмм размножают на яйцах зерновой моли. Яйца очищают и наклеивают на бумажные ленты. Их заражают Трихограммой в специальной установке. Бумажные ленты отправляют в колхозы и совхозы. Через несколько дней выведутся миллионы микроскопических насекомых. Уничтожая очаги вредителей, они дадут новые поколения Трихограмм. Биологический метод защиты растений от вредителей один из самых надежных и безопасных для здоровья человека. Редактор субтитров А.Семкин